Влияние нефтяных и газовых цен на бюджет сегодня было в числе тем парламентских слушаний в Совете Федерации. На минувшей неделе, напомню, правительство внесло в Думу проект главного финансового документа на следующий год. Первое чтение намечено 13 ноября. По оценке Минфина, из-за колебаний цен и обменного курса в нынешнем году есть дефицит бюджета. При этом нет инфляционной спирали, когда друг за другом идут индексации бюджетных расходов и новый виток инфляции. По словам главы ведомства Антона Силуанова, с 2017 года Россия больше не сможет покрывать дефицит за счет резервного фонда. Но возможности сделать бюджет устойчивым и в будущем в стране есть. Мы благодаря тому, что накопили за последние 10 лет неплохие резервы, мы прошлый год, текущий год и следующий пройдем устойчиво, профинансируем все наши обязательства. Собственно, так мы и рассчитывали. В течение трех лет мы обеспечим нашими резервами финансирование первой членов расходных обязательств. Но потом все равно придется принимать меры по подстройке, по настройке бюджетной системы уже к новым условиям. И это, безусловно, нужно еще раз повторюсь сделать уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok